Всем привет! Сегодня мы поиграем в обзорщиков и представим вам фанатский обзор компании BOOS, задача которого показать, что музыку можно слушать не только через наушники, но и через многие разные другие форм-факторы, которые разработаны инженерами одной и той же компании. И начну я, пожалуй, с самого необычного. Это солнцезащитные очки со встроенными наушниками. BOOS FRAMES. Это просто обычные очки, не сильно тяжелые, но при этом с достаточно хорошим качеством звуков. Почему BOOS FRAMES крутые? Потому что они позволяют в одном устройстве совместить то, что нужно для бега в солнечную погоду. Очки и колонки. Вам не нужны какие-то другие дополнительные девайсы для того, чтобы слушать музыку во время бега. А музыку слушать в них можно до 3,5 часов. Достаточно долго. Марафон, конечно, многие не пробегут, но это один из самых крутых гаджетов, которые я держал в своих руках. А вот устройство, которое BOOS вывели из оборота, но при этом имеет свою очень длинную уже историю и большую фанатскую базу. Это BOOS FRAMES. Это умные беруши. И на мой взгляд, они не имеют аналогов в мире. Почему же я считаю это устройство одним из лучших изобретений звуковой инженерии? Задача этих беруши — тушить внешний шум шумом из самих наушников. В них вы не послушаете последние альбомы RUN5 или там монеточки, но в них вы сможете послушать звуки, которые загружаются через приложение. Будь то течение ручья, пение птиц, шум океана. Выбирается перед сном, включается в берушах, и вы на 10 часов погружены в мир снов с той музыкой, которая вас по-настоящему расслабляет. Но почему же этот продукт выводят из продаж? Дело в том, что аккумуляторы, которые используются в BOOS FRAMES, оказались недостаточно надежными и заряжаются через раз. Время от времени я видел индикатор, который показывает, что зарядка шлина всего на 58%, это предел, до которого они дальше не заряжаются. Что не дает возможности скачивать контент с телефона и с приложения, потому что нужно, чтобы беруши были полностью заряжены, чтобы скачивать новые мелодии. Из-за нестабильной работы аккумуляторов, даже после целой ночи зарядки, у пользователей может часто наблюдаться вот этот 58% зарядки, которой не хватает на полную ночь прослушивания музыки. Поэтому в таком случае, из-за вот этой нестабильности, BOOS решили вернуть все свои беруши от клиентов и закрыть проект. Отправить его на доработку. Я убежден, что рано или поздно умный беруши снова появится, поэтому этот артефакт я хочу сохранить до выхода новой версии, которая, я надеюсь, выйдет уже в ближайшие полтора года. Всего-то нужно заменить аккумулятор, не такая уж и большая проблема. Третье устройство, которое мне особенно нравится, называется BOOS SOUND VIR. Первый в своем роде домашний аудиотеатр для одного человека. Его лучшее применение заключается в том, что когда все спят, ну или, например, когда ночь, посмотреть какое-нибудь кино с достойным звуком, то есть хотя бы 2-1, вы надеваете на шейники SOUND VIR на шею и расстояние, на котором слышно звуки вашего киноид, составляет не более метра. То есть вы можете, находясь в отдельной комнате, наслаждаться звуком домашнего кинотеатра с вибрациями, с хорошими басами. Это единственное основное использование, которое я использую для этих на шейников. При этом ничего не давит на уши. Вот в чем преимущество. Потому что хороших наушников полно, а вот те, которые позволяют создать ощущение звука вокруг, их не так много. Последнее устройство на сегодня, и при этом одно из самых успешных в истории вообще наушников, это BOOS QC35 второго поколения. Это наушники, которые отличаются активным шумоподавлением. Они невероятно повышают качество комфорта при перемещении из одной точки в другую. В московском метро, в общественном транспорте. Заметно в самолетах, где все время слышно гудение, стоит надеть эти наушники и больше никакого шума. Ну, звук у них отменный, здесь нечего добавить. Но хотел отметить тот факт, что они достаточно сильно стираются. Вот у нас на манекене есть мои наушники, которые я ношу без кейса. Вот такой у них кейс идет в комплекте, к слову, жесткий. Для того, чтобы не помять их и не сломать. К слову, BOOS учли недостаток того, что они использовали кожзам и в новых моделях уже используют другие материалы, больше пластика. Видимо, тоже для того, чтобы меньше изнашивалось изголовье и амбушюры у самих наушников. 20 часов работают эти наушники от батареи. С активным шумоподавлением это очень долго. Хватит на трансатлантический перелет. Я, собственно, так этим и пользуюсь. С вами был Николай Беловсов и мое личное мнение о гаджетах BOOS, которые позволяют слушать музыку совершенно в разных условиях. Начиная от очков со встроенной колонкой, заканчивая устройством, которое создает звук вокруг только для вас. До встречи. Но звук очень крутой, вот этого у Soundweer, мне нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok